Друзья, привет! Сегодня я хочу поговорить о страшных игрушках для детей Порассуждаю, стоит ли их покупать или нет Сегодня на прилавках магазинов представлено огромное разнообразие различных игрушек И в том числе большое количество страшных И каждый раз, когда ваш малыш тянется в такой вот мерзкой, ужасной игрушке Вы задумываетесь, а покупать мне ее или нет Давайте отличаемся от бытия и вспомним немного историю Во времена наших предков также существовали отрицательные сказочные персонажи О них могли узнавать и сказок, и блин В исторические времена данные игрушки давали простор детскому воображению И учили понимание разницы между добром и злом К сожалению, в наше время такого не происходит Эти игрушки создаются в первую очередь для привлечения внимания Попробую разобраться в разнице между классическими страшилищами и современными Когда малыш взаимодействует через игру со страшными персонажами А в данном случае я говорю о классических антигероях Таких как Коще Бессмертный, Серый Волк, Змей Горыныч Он в первую очередь учится преодолевать свои страхи В игре, естественно, принимают участие также и положительные персонажи И в каждой игре малыш придумывает различные способы, как победить отрицательных персонажей И он со временем начинает понимать, что плохого персонажа можно победить не только силой, но и хитростью, смекалкой Кроме того, когда ребенок обращается к классическим персонажам У него не ставят вопрос, кто является героем, а кто антигероем Антигерои, как правило, представляют собой собирательные образы плохих черт человека И изображены они мерзкими, страшными, при этом герои всегда красивые, смелые, сильные, умные и так далее То есть, например, смекалистый воин и трусливый Коще Бессмертный То есть, каждая игрушка несет в себе собирательный образ персонажей на основе характеров людей Давайте обратимся к современным игрушкам Сразу же подчеркну, что страшными могут быть не только злодеи, но и положительные герои Возьмем, например, Бэтмена Человек-летучая мышь, мрачный, суровый, ходит всегда в черную Образ не очень-то отражающий сущность героя, верно? А если вспомнить черепашек-ниндзя, учителя Сплинтера, Халка, в конце концов И да, эти герои борются со злом, но как? Никаких хитростей, только кулаки И со временем ребенок начинает считать, что все проблемы решаются только с позиции силы Что очень печалит Ну и, конечно, главный парадокс в том, что ребенку становится очень сложно отличать добро от зла Ведь как он может понять, что монстры Хай, Халк, автоботы – это положительные персонажи Но при этом десептиконы, гоблин и Человека-паука являются отрицательными персонажами Кроме того, детям сложно понять, в отличие от взрослых, кто такой мутант или биоробот Соответственно, на раннем этапе развития малыша, когда он только начинает говорить и познавать мир Не стоит забивать голову лишней непонятной информацией Все эти факторы приводят к тому, что у ребенка стирается грань между хорошим и плохим, добром и злом А для формирования здоровой личности и нормальной психики необходимо, чтобы эта грань была различима Отдельно хочу отметить, что малышам до 3 лет вообще не стоит покупать таких страшных игрушек Потому что мало того, что они находятся на самом раннем этапе пути познания окружающего мира Так их банально просто можно напугать Не забывайте, что такого маленького ребенка может испугать просто громкий шум, их любимой мягкой игрушки или силуэт в темноте Подводя итог и выражая свое мнение, хочу сказать, что лично мной не рекомендованы современные страшные игрушки покупкам Потому что они не объясняют нравственные принципы и часто фрагандируют жестокость Если вы хотите прививать ребенку верные принципы и учить его отличать добро от зла Тогда покупайте ему правильные игрушки с классических героев и антигероев Ставьте пальчики вверх этому видео, оставляйте полезные комментарии, делитесь роликом с друзьями И конечно подписывайтесь на канал Ну а я с вами прощаюсь, впереди еще много всего интересного Всем добрых игрушек, друзья! Пока!